погнали кракен на оллскул фанале от утопии пока что мы все личное даже красивое с кадра уберем достанем с печатью все дела тут осьминог лично все это дело напечатал вытаскиваем нужный нам отрезок я сразу же пока у меня еще руки более менее чистые оторвусь и маленький уголочек фольги скручу из нее типа камешек в чашу вот так вот это все дело выглядит не знаю это такое немножко профукал с размером ладно мы его сейчас в реальном времени растопырим ладно я сделаю по я его сделаю палочковидным этот камешек такой буквой v немножко выгнул и вот так вот ручную ставлю все пусть он так лежит мне этого достаточно на всякий случай это все дело перезвесим посмотрим расход кракена на так вы не видите но 230 грамм как сделать чтобы видели о увидели 230 грамм что пока что откладываем самые верхние лепестки я сделаю прямо жирными а сверху можно чуть-чуть подмельчить вернее не самый жирный пойдут на низ нарезка как колбасы чаша можно сказать ведро поэтому даже не буду стараться как-то все это дело замельчать все возвращаем на место закрываем вот это меня все дело устраивает вот такие вот палочки колбаски все с моей не до фольгушка и улетела вниз пробилась продавилась давайте чуть побольше возьмем визуально дырка фанова казалось поменьше попытка номер два все вот это вот точно уже все буковка v такая уже никуда не денется кракен он такой блин сохнет пипец во время покора и сушит и сам сухенько курица ну вот не липнет не всасывается как-то сироп в сигару я вам даже могу сейчас показать две чаши которые кракеном забивал они после покора очень нетипично выглядят по сравнению с другими смесями давайте еще она чутка добавим также с двух сторон с одной другой еще надо сироп который на доске остался его немножко подпитать поэтому такую вот махинацию делаю жалко реально сироп покур суховатый сиропа маловато сумас такую прям суровая под эту забивку не будет ни касания ничего я распушиваю по площади все это все дело устраивает вот крупными такой есть нарез да здесь можно чуточку по ювелирнее все таки две с половиной тысячи за продукт можно чуть-чуть и упороться чтобы любой неправильно лежащий лепесток лег на свое место и ты если что-то пойдет не так грешил не на него а на свои руки возможно даже кривые крупная сня устраивает нарезки все вот так вот это все дело выглядит кто-то кто смотрит этот видос скажет что я немножко пожлопился можно и больше забить но в жизни это выглядит полноценно прям под самую хотел сказать call out мы ли сегодня на фольге забиваем видео как-то уменьшает внутренний замес чаши давайте чисто для спокойствия смотрящих я еще немножко резану весь сироп полился так вымешиваем ваши ставки как вы думаете сколько ушло сюда кракена вот сейчас и посмотрим по весам все это лишнее двигаем смотрим на чистый стол по нулям а я сделал ладно кто вспомнит сколько там было 248 08 чуть-чуть сиропчик бежит давайте уже начинать орудовать фольгой это все-таки блин 2600 за сигарку поэтому тряска нам не к чему я оторву кривой слой фольги пусть четенько чистенько будет матовый верх просто потому что по микронам здесь 12-15 примерно все далее мне нужна максимальная ровность крахен на фольгене потому что надо не надо так ну что просто в эфире напомнили за фольгу думаю ну ладно гулять так гулять погнали 48 дырок считаем прикольная всего реально можно этот диаметр отверстий контролировать я пола снаружи буду делать потолще центру сейчас вообще такие малюсенькие давайте еще наружный круг пройдем все более толстыми дырками и какие-то среднечковые я прохожу прям мини дырочками эстетика мне тут нахер не тарахтела мне главное чтобы четко курилась поэтому пустые вот эти пустоты я заполняю мелкими отверстиями вот так это все дело контролируется хотите большую дупло пробить палец вот так вот это двинули по мере того вы палец опускаете вы это хорошо вот сейчас наблюдаете вы тем самым контролируете зависимость от того диаметра сколько глубоко будете бить а палец ограничитель диаметр отверстий вот такая вот у нас херобора получилось можно было в центре и поменьше не было что дырка в дырку попала все отправляемся греть пока я чашу начну греть у меня уже минус 5 грамм потери будет отправляемся это дело на прогрев благодарю так запускаю на телефоне секундомер прогрева но с учетом что угля 3 25 я думаю можно смело греть хоть 6 минут 4 в большинстве случаев вам по свету профессионалы но я дилетант я лучше пережду лишние две-три минутки но не буду ничего это дело выводить на какие-то агрессивные температурки и так все прекрасно мягенько по курится мне нравится мне кстати как кракен сигара курится на перегреве на мягком жиру вкусно на перегреве очень сухо и с таким терпковатым не терпковатым даже не суховатым таким неприятным привкусом 6 минут прогрева если очень надо будет приблизить и посмотрите но я думаю вам достаточно будет поверить возможно я сейчас угли сдвину в центр больше фанова да имеет смысл все на ходу предпринималось сначала я поставил угли потом начал уже думать на какой чаши я забью и фольга или колодка будет я бы конечно и сам сюда четвертый уголев докинул ну ладно чуточку больше подождем тело и чашу я уже практически прогрел я сейчас угли каждый на 2-3 миллиметра в сторону центра сдвинул для чаши температуры уже достаточно потому что перед этим угли были на краю чаши они уже прям чашу погрели а сейчас я чуть-чуть жар в центр подвинул для того чтобы смесь побыстрее прогрелась если бы все нормально прогрелась я бы не шевелил только что угли вот организм хочет пылесосить и хорошо что я на колесе уплотнил тягу не нужно пылесосить когда раскуриваешь а у меня привычка пылесосить вот и мне вот в этом плане хорошо что я практически самую плотную поставил чисто попробуй попробуй да но я вот чувствую минутку надо ему еще разогреться и будет все хорошо тоже медленно так тяни уже вкусно уже прям пока это вот но мы еще минутку вот так вот очень медленно затяжками его погреем и я в принципе уже запускают таймер покура где-то в при такой связке ушло мне 8 минут не где-то 8 чуть меньше но я угли долго на плитке держалась это свежий 25 были вот прям вот все идеально было бы пока мы курим пока все прекрасно идет я вам покажу как выглядит сигара кракена выкуренная вот это прям очень сухо и не то чтобы я там от жадности до сухарей выкуривал она через полчасика покура уже такая вот и вот действительно по ощущению сухого сенька курица я подозреваю все-таки именно этот бленд который в сигаре использовался он ну все эти вот листы плохо на себя сироп внутрь впитывает и вот очень быстро сироп отделяется вы даже можете понаблюдать если на прямоточке покурите сколько улетает сиропа в шахту в миласку там не знаю куда-нибудь от листа он быстро отлегает и сухого сенька курица 21 22 минута покура идет визуально может показаться что дыма мало но в большинстве своем сигарка без аромка так и курица но это офигеть вкусно вот эту забивку один в один повторите и прям зайдет достаточно для большинства будет дыма но сошлись карты жар вот три штуки вот не больше не менее я их как положил чуть-чуть потом подвинул когда прогрев шел больше не хочется шевелить и прям офигенно все курица я чувствую что через минут 10 жара может быть маловато мы чем-нибудь подумаем там колпак не колпак докидывать не докидывать но прямо сейчас и вот вся забивка целиком и в комплексе смело можно повторять 18 грамм забивки ушло офигенно кайфово вкусно и по жару то что нужно не хочется перегревать большинство стопудово начало бы такую забивку на 4 курить и потом бы начали вмешиваться в жар потому что кракен на легком перегреве пипец как сухо курица поддирает немножко горло я доволен забивка небольшое включение на 52 минуте покура отлично все курилось мягенько комфортно не крепко не дерзко то есть такую забивку даже через 20 минут уже и тем кто впервые пробует сигарку посоветовал офигенно классно мягко курилось поначалу чуть подерзило вот сейчас накинул колпак на уже 53 минута пошла посмотрим добьется ли чаша еще больше или вообще пересохнет и умрет вот что значит сигара здесь нет ароматизатора который отвалится вот этот аромат сигары держится на протяжении всего покура мы болтаем мы в эфире мы отвечаем на вопросы час 17 и это еще по-прежнему вкусно курица докинули колпак в нужное время то есть у нас не было пересушивание и перегрева то есть уже кальянчик такой как будто были подсдувается докидываешь колпак и он еще сколько там 20 минут прожил после докидывания колпака и он до сих пор курится это еще до сих пор офигенно вкусно но это уже вообще не крепко да крепость отсюда отлетела плюс мы уже под накурились мы ее не чувствуем для людей кто не сильно хочет крепости еще точно минут 10-15 можно было курить но мы уже захотели чего-то другой забить потому что нужно бы и под накуриться минута двадцать по куру для нас объявляется закрытым но 10 минут железно это еще отжило бы короче лайк забивки и продукту читайте описание там будет всякие полезные ссылочки